сегодня мы расскажем о том что такое враждебное отношение к мусульману называется этот грех это когда человек настроен и он точно понимает это в его сердце есть вот это определенное настроение то есть он решительный в том что он нанесет вред мусульманам что-то сделать с ним но без права вот когда у человека в сердце желание которое уже так сформулировалось что он стал каким-то сильным решением при первой же возможности он даже думает при этом как нанести вред мусульманину другому вред без права это враждебное отношение вот так вот как это может быть на почве каких-то недопониманий друг друга обид или даже на почве того что кто-то несправедливо отнесся к нему или ему кажется что он не от отнесся к нему неправильно вот возникла такая внутренняя ситуация у человека какому-то человеку у него есть претензии ему не нравится его отношения и потом когда он не изучает вопрос с точки зрения религии как должен поступать или как этому вообще относиться он начинает понятно понятно не без помощи шайтана накручивать и потом у него развивается такое сильное желание нанести какой-то вред либо тому кто был несправедлив по отношению к нему либо из-за каких-то других каких-то неприятных неприятностей каких-то в общем из-за чего-то он решил сто процентов он убежден что он он даже ищет способ нанести вред мусульманину вот это враждебность это грех нельзя чтобы мусульманин относился к мусульманину как врагу нельзя это когда в раздует две стороны каждый из них либо хочет убить как во время сражения либо нанести какой-то вред выбивает человека из скале что даже ничего не может либо это может быть не только не только в сражении каких-то торговых делах взаимоотношениях или вообще какой-то жизненной ситуации когда один хочет нанести вред другому одно лишь его внутреннее состояние где у него есть стопроцентное решение является причиной того что он попал в этот большой грех ну естественно если он не испытывает к этому какого-то отвращения то есть он решил уже он думает что так будет делать то есть он уже как тот который соблазнился и совершает грех понимая вот так он согласился как бывает например объясняешь человек что так нельзя он год я знаю что нельзя но я ему такое сделаю вот я сделаю это все они испытывают к этому отвращение потому что у него внутри происходит его желание его решение он это воспринимает как ну свое решение если же он поступил уже физически какие-то движение навел или слова или физически что-то сделал то и плюс ко всему этому и он еще совершил грех все вместе это называется враждебное отношение из-за чего но попадает человек в грех этот называемый одним из грехов и сердце аль-хикб аллах всевышний повелел нам мусульманам относиться как братьям друг к другу и нам аль-хикб аллах ну это большинство не понимает просто слышат но не понимает мусульманин мусульманин должен относиться как брату понимаете но разве такое бывает с нормальной психикой с нормальным душевным состоянием у людей что в одной семье два брата или между собой враждуют хотят друг друга убить или вот все такое не бывает этот это только у я не знаю у кого как их назвать да сохранить наших близких аллах и нас от этой враждебности к мусульманин значит возможно если есть какая-то несправедливость это весь шариат желание и решение чтобы у нас справить было справедливо решение но это не называется враждебность не надо путать враждебное отношение когда ты хочешь просто нанести вред человеку просто вред не разбираясь как по шариату а когда ты хочешь узнать что по шариату по законам бога и хочешь справедливо решение шариатского то это не вражда а это желание восстанавливать восстановление прав ну и еще раз допросить нам аллах наши грехи и сохранить чистоте наши сердца салам алейкум арахматуллаху